физкульт привет друзья на связи muskul shop я сергей и в этом ролике поговорим о том какой электромагнитный велотренажер выбрать и на что обращать внимание при выборе давайте возьмем для примера вот такой электро велоэргометр как называется он правильно это модель housefit hb8268 бренд housefit производится производится эти модели в тайване штатовская фирма сама хорошо себя очень зарекомендовала за все время не было нареканий на эту модель они вру один раз было но и там был небольшой заводской дефект так в целом отличный тренажер когда вы выбираете велоэргометр то есть вы должны понимать что почему оргаметр потому что там стоит дополнительный двигатель который меняет нагрузку в соответствии с выбранной вами программы то есть вы когда выбираете нагрузку здесь вот на мониторе нажимаете кнопочку либо джойстиком крутите то у вас меняется нагрузка путем электропривода который стоит дополнительно здесь никаких дополнительных шумовых эффектов это не вызывает в целом все нормально и велоэргометр работает также бесшумно как и обычный велотренажер многие спрашивают просто об этом если дополнительный шум от этого двигателя нет никакого шума он немножко пожужжал поработал переключил нагрузку и все вы дальше занимаетесь в свободном режиме на что обращать внимание при выборе велоэргометра первое у вас обязательно должна должна быть регулировка угла наклона то есть вот вы сели и должны должна быть возможность регулировать угол наклона именно рукояток под разный рост человека второе вам нужно обязательно чтобы у вас была регулировка сиденья и естественно сиденья по горизонтали регулируется все на всех велотренажеров но по точнее по вертикали по горизонтали далеко не у всех у вас вот должна быть регулировка сиденья по горизонтали чтобы вы могли максимально комфортно выставить для себя посадку чтобы сидели ровно во время занятий и спина не сгибалась то есть вот когда вы сидите ровно вот комфортно вам то есть вы не наклоняетесь вперед не дал ни назад слишком мне не уходите то есть вот комфортная удобная посадка вот это значит все отлично тренажер вам подходит и учитывайте обязательно высоту по седлу потому что высота должна быть настолько регулироваться сиденья чтобы у вас в нижнем положении вот нога должна быть по сути почти прямая но в идеале чуть чуть согнута то есть но вы можете выставлять чтобы она была когда регулируете сиденье чтоб она была прямая вы когда будете заниматься вы на носочки просто ноги ставите носочки и не расправляйте во время занятий ноги полностью то есть она должна быть чуть-чуть согнута почему так вот в этом видео которое будет вот здесь я уже рассказывал об этом как не угробить свои колени и как безопасно заниматься на велотренажере все то есть основные параметры регулировка еще раз пробежимся регулировка угла наклона руля рулевой колонки регулировка сидения по вертикали по горизонтали обязательно и также нужно учитывать высоту максимальную сиденья но этот параметр кстати велотренажерах нигде не указывается не знаю почему но так вот просто сходу в технических характеристиках вы не поймете подходит ли вам велотренажер по высоте этот момент вы можете уточнить у продавца можете кстати к нам магазин обратиться мы подскажем под ваш рост какой именно нужен велотренажер вкратце я рассказал о том как выбрать велоэргометр на что обращать внимание надеюсь было полезно если это так поставьте лайк пожалуйста если нет пишите в комментариях с вами был как всегда сергей интернет магазин мускул шоп все ссылочки на велотренажеры которые есть нашем магазине вы найдете внизу в описании под этим видео пользуйтесь промокодом на дополнительную скидку а также напоминаю что у нас на сайте появилось спортивное питание заходите в раздел он так и называется спортивное питание и выбирайте нужное для себя на этом можно закончить наш обзор до новых встреч с вами был сергей пока пока